Семнадцатая задача. Демо-варианты ЕГЭ по математике 2017 года. Итак, задача экономическая. Она с какой-то странной таблицей, которая, на первый взгляд, казалось бы, усложняет задачу. То есть, становится сразу страшно, что за таблица. Мы привыкли к обычным схемам, да, тут какая-то сложная схема. На самом деле, ничего страшного. То есть, эта таблица, она делает просто условия более громоздким, а задачу, на самом деле, даже проще. Итак, что у нас происходит? 15 января планируется взять кредит банки на 6 месяцев в размере 1 миллион рублей. Условия его возврата таковы. 1 числа каждого месяца долг увеличится на R% по сравнению с концом предыдущего месяца, где R – целое число. Со 2 по 14 число каждого месяца необходимо выплатить часть долга. С 15 числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в соответствии со следующей таблицей. То есть, здесь просто показывают, каким должен стать долг после выплаты. Найдите наибольшее значение R, при котором общая сумма выплат будет меньше 1,2 миллиона рублей. Что здесь делать будем? Итак, во-первых, вообще рекомендую в каждой задаче на кредит вводить сразу же коэффициент, некий коэффициент, который мы называем K, который равен 1 плюс R сотых. То есть, допустим, если мы берем кредит и долг у нас будет каждый месяц возрастать, скажем, на 5%, то K, ну то есть это у нас будет R, да, то K будет равно 1 плюс 5 сотых, то есть 1,05. И в таком случае, если мы хотим сказать, что сумма S, долг S возрос на 5%, мы можем просто умножить на K и получить уже новый долг. То есть, K – это очень удобный коэффициент, и им стоит пользоваться. В этой задаче мы его тоже введем и будем использовать. Итак, значит, 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на R% по сравнению с концом предыдущего месяца, где R – целое число. Вот давайте посмотрим, что у нас будет происходить. Значит, 15,01 у нас долг 1 миллион рублей. 1-го числа следующего месяца, то есть 1-го февраля, наш долг в 1 миллион увеличивается на R%, то есть, как мы уже сказали, умножается на K. А со 2-го по 14-е число мы этот долг, здесь у нас по сути K, уменьшаем наши выплаты. Выплату я назову P1, это первая выплата. P от слова payment, английского P1. И после этой выплаты наш долг должен составить 0,6. миллионов рублей. То есть, у нас первая выплата такова, что долг составляет 0,6. И вот отсюда мы можем выразить первую выплату P1. То есть, на состояние 15,02 долг наш должен составлять 0,6. Далее продолжаем. 1-го марта уже 1,03. Мы этот долг 0,6, то есть банк, этот долг увеличивает, опять же, на R%, то есть в K раз в нашем случае. Далее, со 2-го по 14-е, 0,3. Мы этот долг 0,6K уменьшаем на какую-то выплату. Таким образом, чтобы долг составил теперь 0,4. То есть, теперь мы можем выплату 2 тоже найти, как 0,6K минус 0,4. То есть, какова схема каждый раз? Берется старый долг, умножается на K и делается выплата. После этого остается новый долг. И получается, что выплату мы можем найти как старый долг, вот 0,6K, умноженный на K, 0,6K, минус новый долг. Давайте таким образом найдем третью выплату. Итак, старый долг умножаем на K минус новый долг. Четвертая выплата. Старый долг умножаем на K минус новый долг. Пятая выплата. Старый долг на K минус новый. И последняя выплата должна быть такой, чтобы вот этот долг 0,1K полностью погасить. И все. Вот сумма всех вот этих вот выплат должна быть меньше, чем 1,2 миллионов рублей. Давайте найдем эту сумму. То есть сумма по-хорошему это записывается вот так по Итах, где И от 1 до 6 должна быть меньше, чем 1,2 миллионов рублей. То есть P1 плюс P2 плюс и так далее плюс P6 меньше, чем 1,2. Ну и все. Давайте просто посчитаем эту сумму. Сейчас будет немножечко громоздко, но не страшно. K минус 0,6 плюс 0,6K минус 0,4 плюс 0,4K минус 0,3 плюс 0,3K минус 0,2 плюс 0,2K минус 0,1 плюс 0,1K должно быть меньше, чем 1,2. Давайте приведем подобный. K у нас будет умножаться на 1 плюс 0,6 плюс 0,4 плюс 0,3 плюс 0,2 плюс 0,1 Далее мы будем вычитать из этого все числа сгруппируем. То есть здесь у нас будет 0,6 плюс 0,4 плюс 0,3 плюс 0,2 плюс 0,1 просто. И все это меньше, чем 1,2. Ну и просто посчитаем. K у нас умножается на так, давайте сначала посчитаем вот эту штуку. Это у нас 1,5 1,6 ну и плюс 1 будет 2,6 минус 1,6 уже посчитали меньше, чем 1,2. Получается такое несложное неравенство. Решаем его. 2,6 K меньше, чем 2,8 домножим на 10 26 K меньше, чем 28 сократим на 2 13 K меньше, чем 14 K меньше, чем 14,13 Теперь ищем подставляем точнее обратно что такое K это 1 плюс R сотых нам ведь нужно R оценить 14,13 здесь 1 плюс R сотых меньше, чем 14,13 то есть R сотых меньше, чем 1,13 то есть R меньше, чем 113 то есть нам нужно найти наибольшее целое R при котором которое меньше, чем 113 наибольшее целое R меньше, чем 113 просто берем 100 и делим на 13 столбиком даже смесь уголком даже тут не получится на самом деле уголком делить надо просто подбирать 13 давайте умножим сначала на 8 так будет 4,2,80 104 не получается 8 раз 13 в 100 не влезает значит 13 на 7 1,2,1 на 7 так 70 91 получается что R меньше, чем 7,9 ну и какое наибольшее целое число нам подходит 7 все очень просто вот это была экономическая задача как видите она решается вот за 8 минут мы ее решили надо просто понимать что нужно делать и уверенно это делать то есть не пугайтесь этих схемок нужно с ними поработать